Конский район Тепебаши Иривана полностью опустошается. Здесь будут жить азербайджанцы. Заявление мэра Иривана Тиграна Авеняна стало причиной появления этого утверждения в Армении. Тигран Авенян заявил, что в будущем Конский район будет полностью продан, а расположенная здесь недвижимость приватизирована для реализации нового городостроительного проекта. Мэр Иривана обосновывает свое мнение тем, что на существующие дома в Конском районе нет документов, поэтому проводится приватизация. Однако он добавил, что недвижимость в районе будет продана, а жители получат право купить недвижимость там, где захотят. Противоречия в заявлении Авеняна создали основу для формирования в армянском общественном мнении мысли о том, что в центре Иривана формируется азербайджанская община. На самом деле в основе такого мнения лежат два важных фактора, и армяне рассуждают так не из-за заявления мэра Иривана, а именно из-за них. Первый фактор связан с недавними шагами Азербайджана в отношении Конского района, историческое название которого Тепе-Баши. 102 ученых и общественных деятелей Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Адрия Зулея по поводу культурного геноцида, совершаемого в отношении исторического наследия нашего народа на территории квартала Тепе-Баши, расположенного в Ириване. В обращении содержится требование предотвратить культурный геноцид, совершаемый с целью искусственной армянизации истории города Ириван. Ведь квартал Тепе-Баши отражает историю города Ириван и остается единственным образцом культурного наследия азербайджанцев. Цель армянских властей – уничтожить квартал Тепе-Баши и возвести на его месте современные здания, тем самым полностью стерев историю Иривана. О том, что проект, связанный с Тепе-Баши, нацелен именно на это, свидетельствует и заявление мэра Иривана. Однако, общественность Армении не верит в это и считает, что армяне будут выселены из Тепе-Баши, то есть из Кунского района, как они это называют. И здесь будет жить азербайджанская община. Это произойдет в результате обращения Азербайджана к международным организациям и благодаря проводимой им политике. Второй фактор обусловлен недавними обсуждениями мирных переговоров на линии Баку и Реван. После встречи президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении на Мюнхенской конференции по безопасности, в Армении появились надежды на продолжение переговоров на западной платформе. На этой встрече обе стороны поручили министрам иностранных дел продолжить переговоры по мирному соглашению. После этого состоялась встреча министров в Берлине. Однако, результат был тот же. Неконструктивная позиция Армении отодвинула подписание мирного соглашения на второй план. В надежде, что ее повестка будет принята, Армения хочет перенести переговоры на западную платформу. Азербайджан, в свою очередь, не отступает ни на шаг от своих требований, но согласился на встречу в Мюнхене и Берлине, чтобы на западной платформе через Германию создать альтернативу против Франции и вывести из игры официальный Париж, отстаивающий армянскую позицию. Но до берлинской встречи президент Ильхам Алиев заявил в ходжалы, что Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия. Должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Это было заявление о том, что официальный Баку выступит со своей повесткой в Берлине, и в результате так и произошло. Появление в армянском общественном мнении различных заявлений и, наконец, озвучивание мнений о квартале Тепе-Баше и о том, что в Ириване появится азербайджанская община, также обусловлено повесткой, от которой Азербайджан не отступает. Армения должна полностью прекратить территориальные претензии к Азербайджану, а для этого ей необходимо изменить свою конституцию и декларацию независимости, в которых отражены территориальные претензии. Открытие сообщения должно быть осуществлено в рамках реализации проекта «Зангизурский коридор». Делимитация границы должна быть проведена либо с использованием карт начала XX века, либо, отложив карты в сторону, определена пять за пятью. Западные азербайджанцы должны вернуться в Ириван, Зангизуры Гэйчу, словом, на свою историческую родину в безопасных условиях. Их право на жизнь должно быть обеспечено. Наблюдение за официальными заявлениями и политическими процессами позволяет предположить, что именно в этом состоит повестка Дня Азербайджана. Армянские общественно-политические круги считают, что официальный Ириван не сможет реализовать свои желания даже на той западной платформе, на которую он рассчитывает, в то время как официальный Баку не отступит от своих требований, пока они не будут реализованы. В этом контексте примечательна статья сайта «Урагир Ньюз» под заголовком «Еще одно требование Алиева. Азербайджанская община в центре Иривана». В статье армянского автора Давида Гуимджана говорится, что после катастрофического поражения в 44-дневной войне Ириван официально объявил о начале эпохи мира. Но в этот период главной повесткой дня было выполнение требований Азербайджана. Сейчас Азербайджан требует возвращения азербайджанцев в Армению, и этот вопрос ставится в контексте западного Азербайджана, для которого готовятся различные концепции. Речь идет о возвращении 300 тысяч азербайджанцев. С их возвращением политическое управление Армении может радикально измениться. В качестве реального примера армянский автор ссылается на ситуацию вокруг квартала Тепе-Баши в Ириване. Он упоминает об обращении в ЮНЕСКО в 2022 году по поводу квартала Тепе-Баши и отмечает, что слова мэра Иривана Тиграна Абиняна о полной продаже Кондского района в этом контексте сомнительны. Следы этого заявления могут привести вплоть до Баку, и не стоит исключать, что продажа Конда приведет к выполнению еще одного требования Азербайджана. Переселение азербайджанцев и формирование азербайджанской общины под предлогом реконструкции района среди возможных сценариев. Хотя власти Армении отрицают возможность существования азербайджанского квартала в Конде, опыт подсказывает, что заявления власти время от времени меняются на 180 градусов и происходят обратно к тому, что они говорят. Например, в 2019 году Никол Пашинян говорил, Карабах это Армения. В 2022 году Карабах это Азербайджан. Позже он заявил, что анклавы, всем оккупированных сел Газаха и село Кярьки и Нахчевана, также являются территорией Азербайджана. Таким образом, есть обоснованные подозрения о том, что в центре Еревана появится азербайджанский квартал, говорится в статье. Как видно, вопрос о западном азербайджане взбудоражил армян. Впрочем, все это ничего не меняет. Азербайджанцы вернутся на свою историческую родину либо мирным путем, либо другими необходимыми способами. Второй вариант может привести к тому, что будет поставлено под сомнение само существование Армении. Редактор субтитров А.Семкин